Жители нашего города пришли и получили новые яркие эмоции. Пришло время поговорить о погоде. В студии уже появился Иван Иванов. Ваня, здравствуй. С каким прогнозом? Синоптики обещают нам, что к нам идет африканская жара, но по факту, глядя на ближайшие 4 дня, об этом не скажешь. Но синоптики утверждают, грядет жара. Будем верить. Да. Синоптики говорят, что на России движется африканская жара. Позже жаркой погодой начнется август по расчетам. На юге России температура снова превысит плюс 35 градусов. В среднем, в средней полосе опять достигнет плюс 30. Страны Южной Европы уже охвачены африканской жарой. 31 июля на Балканах столбики термометров поднялись до плюс 38. А на Сардинии термометры зафиксировали плюс 41 градус. А что ожидает Свердловская область, Екатеринбург узнаем прямо сейчас. Кировский экономь, время и деньги. Колбаса Докторская, 89,99. Масло Олейна, 75,99. Кировский, 30 лет вместе. Существенное влияние на погоду Среднего Урала завтра окажет циклонический вихрь. Несмотря на довольно высокие температуры, в зоне пониженного атмосферного давления будут лить дожди. Возможно, гроза. Теплее всего завтра в Ирбите. Там плюс 23. 20 градусов в Нижнем Тагиле. Чуть прохладнее в Красноуфимске и Верхотурье. 21 выше ноля ждут в Туринске и Каменске-Уральском. А в любимом Екатеринбурге завтра ночью и днем пасмурно. Проявят дожди, возможно, гроза. Ветер западный скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 23-25. Атмосферное давление сегодня в 12 часов составило 732 миллиметра ртутного столба. И завтра днем оно практически не изменится. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Теперь заглянем в недалекое будущее. В ближайшие 4 дня погода будет крайне неустойчива. И столбики термометров будут то подниматься, то опускаться. Кроме того, будет высока вероятность кратковременных дождей. Это был прогноз погоды на 4 канале. Не забывайте, в эти дни дождик может пригодиться. Аня? Будем ждать хорошую погоду. Ты побежишь в марафон на Европа-Азия? Я предпочитаю бегать поближе к дому. А я побегу, но если будет хорошая погода. Дистанция третьего международного легкоатлетического марафона Европа-Азия утверждена. Он пройдет в Екатеринбурге 6 августа в старт с площади 1905 года. Движение для автотранспорта закроют в 7 утра и до 2 часов дня. Организаторы надеются на лояльность автомобилистов. Никто из автолюбителей нас не нервничает, когда перекрывает город из-за дня города. Вот. Или из-за дня победы. Поэтому это, наверное, точно такое же мероприятие, к которому нужно привыкнуть. Мир изменился. И легкотетического марафона Европа-Азия быть всегда. 6 августа в это воскресенье движение закроют по проспекту Ленина от Репина до Вайнера, по Репина от Металлургов до Ленина. Первый старт в 8 утра на дистанции 8, 21 и 42 километра. Марафонская дистанция доходит до обелиска Европа-Азия. Там бегуны разворачиваются и финишируют на площади у памятника Ленину. В 12 часов начнется забег на 3 километра или семейный забег. Организаторы обещают учесть прошлогодние ошибки при подготовке к старту, когда люди выстаивали огромные очереди. Для прохождения медосмотра и выдачи стартовых пакетов 4 и 5 августа будет увеличено количество врачей, а на самих дистанциях будет работать 500 волонтеров. Участие в забеге примут спортсмены из 25 стран. Уже сейчас зарегистрировалось более 5000 человек. Сразу после рекламы смотрите программу «Стенд». Гость Евгения Енина, Игорь Пушкарев, главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Разговор пойдет в частности о том, как правильно вызвать скорую. У меня на этом все. Хорошего вечера.